Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня 29 марта, среда. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Форекс по основным торговым инструментам. Итак, что интересно, перестройка в банковском секторе США, нашел такую картинку из СССР прикольную, и отработка торговой идеи по нефти по двум целям. Давайте обсудим эти и другие идеи на графике, поехали. Итак, перед вами самый что ни на есть настоящий метод трейдер и котировки золота, которые выползают из своего треугольника в лонговой тенденции. Как вы знаете, в лонговых либо шартовых тенденциях, в своих лонговых либо шартовых потугах лучше опираться на какие-то уровни, либо сломы для формирования своих спекулятивных валютных позиций, которые пока еще не караются законом. Что у меня здесь начерчено? У меня начерчено 2000 американских долларов за непонятную тройскую унцию золотую, есть такой вот канал, треугольник вернее сужающийся, и котировки золота, которые удерживают в своих лонговых стремлениях сломы. Сломы лонговые и похоже, если все пройдет без провокации, то золотишко устремится к своим историческим хаям по золоту, напоминаю на дневках или даже недельках, это котировочка под названием 2075.4 доллара за тройскую унцию. Что может пойти не так? В принципе все, это же Forex, могут вынести вот эти лоя, например вот так вот, и потом уже наверх, могут так сделать, могут оставить это все и удерживая вот эти сломы потихонечку ползти наверх, вполне в трендах такое происходит. Сейчас у нас тренд на ослабление доллара, почему не удержаться, то есть цепляться можно, ступки подтягиваете, если высадит, то перезаход и потенциал будет все выше и выше и выше. Евро-доллар, евро-доллар, что-то я сделочки не перенес, его покупал от вот этого слома, вчера чуть рано вышел, ребятам писал в чате, что вышел на пробу этой площадки, но по большому счету мы практически дотянулись до вот этого слома. То есть здесь при рисках по тридцаточку, тейк профит больше 100 пунктов по четвертому знаку, получается здесь 1 к 3, напишите кто здесь подлохматился в лонги. Очень простой, понятный, четкий тренд. Кстати, мои торговые фантазии начали приносить мне дивиденды. Вчера мне пришло два подгона, один вот такой. Наверное, это духи, не знаю, какие-то числа здесь даже, 12, а, не видно, наверное, вот, 12 лет этим духам, невероятно, невероятно. Ну и вот такая, что-то есть, такие духи люди шлют, будет чем заняться на выходных. Пока отрабатывают мои торговые идейки, наверное, пока трогать не буду, потому что если что-то пойдет не так, придется возвращать. Вот, но однако, однако, все, что заходило по евро-доллару, все в кассу от тейк профила, да, у нас вот это движение на 2000, вот это на 1000, еврик уперся в эту площадку, в этот сломчик, сейчас может, конечно, подздуться, есть куда ему упасть. Вот, но я посмотрю, как, собственно, инструмент будет себя вести в этой зоне, ближе к американской сессии. Фунт-доллар, фунт-доллар тоже героически идет потихонечку по своему лонговому тренду. Напоминаю, что мы здесь играем в недельную, в недельный тренд, ну, как в тренд на недельном таймфрейме, но по своей длительности это месячный тренд. Вот, и на самом деле это такой любопытный опыт, который может перенести вас, как трейдунишек в новую лигу удержания позиции, как истинный управляющий. Так, ну, и, собственно, что, здесь цель, я жду пробоя 1.24.500 вот этой зоны. Возможно, возможно, этот британский паразит может не пробить этот уровень, а просто возле него поплясать. Он большой любитель так сделать. Вот, можно чуть пораньше прикрыться через, ну, не знаю, через тысячу пунктов, примерно. Фунт, вернее, доллар-иена. Доллар-иена потихонечку болтается внизу, очень тяжко падает, вот, тяжко падает. И, напоминаю, здесь тоже недельный тренд, недельный тренд начался он вот с этого бара, вот, и, на мой сугубо некомпетентный взгляд, должен напуститься под 127, либо даже 126. Примерно так, вот, ну, сейчас среда у нас довольно глубоко пока откатывает, на данный момент. Что любопытно, любопытно, что на H4 этот инструмент выдерживал свой слом вот здесь, но немножко до него не дошел. Видите, на H4, то есть, откат был, вот, ну, буквально 200 пунктов не было дохода. Ну, здесь так себе, но похоже, похоже, что тоже он удерживал где-то вот здесь. Вот, сейчас, сейчас слом, ну, по-разному нужно очертить, но пусть до всего здесь, он тоже сейчас пока не доходит. То есть, если будет тест, то можно отцепляться, то есть, заходы здесь, там, 700 и на 2700 сразу. Ну, присмотритесь, запас хода большой, падать есть куда, ну, как минимум до этих значений, если удастся зацепиться с небольшим стопиком, но 5000 здесь как бы лежит и ожидает, ожидает вас. Ну, он, конечно, не такой техничный, как Еврик, но пока, пока держит слома. Мощных новостей пока нет, но, надеюсь, надеюсь, инструмент может спуститься и на вялом рынке. Так, доллар-франк, доллар-франк давит на лая, напоминаю, что по доллар-франку внизу площадка по котировочке, которую я сдалека не вижу, но я думаю, вы ее найдете, это минимум текущего года, 23-го. И такая вот трехволновочка вяленькая, которая, на мой сугубо некомпетентный взгляд, должна разгрузиться через пробой вот этой площадки. То есть, ожидает инструмент ниже на 1000 с лишним пунктов. Так, что у нас по красам? Немножко бакс у нас подокреп, и этим сразу воспользовался канадский доллар, который резко тут начинает выкупаться на лаях. Напоминаю, что те, кто набирал сетку лимитных покупок, вы можете скинуть в ноль, если инструмент еще немного подрастет. То есть, мониторьте эту ситуацию, сетка сильно растянулась, нам такое, как бы, не очень нужно. То есть, нам нужно было, чтобы от этих значений был тест, но не дали, да. Прокатились довольно глубоко, поэтому переходим в режим самосохранения, вот, и сбрасываемся в ноль. Но особо матерые тридунята могут, конечно, поддержать до этого зеркального уровня и рано либо поздно закрыть это все в хороший, очень хороший плюс. Так, японская группа продолжает идти по-разному. Ну, канадец иена после захвата площадки, которую я ожидал чуть пониже, очень здорово вернулась. Вот, те, кто заходил с шагом в тысячу пунктов, сейчас могут иметь уже почти три тысячи по этому инструменту. Лучше, конечно, закрыть позицию с профитом, потому что, ну, одна сделка, нужно заходить и выходить из нее с двумя шагами. Ну, такой принцип построения сеток. Франк иена тоже пока не в зоне интересов, ждем, когда вернется. Ауди кат идет на свою площадку, как я и говорил, возможно, кто-то подзаряжался в шарты от 61 фибы, возможно, кто-то не покупал, видя эту площадку, то есть, вы можете использовать эту информацию по-разному. Площадка есть, ее будет выносить, поэтому ждите. И тут два варианта, после выноса можете принимать тейк профит, набирать сетку в этой зоне, либо ждать уже хороших цен для набора сетки ниже. Так, новозеландец-канадец решил, решил все-таки порадовать нас профитом. Напоминаю, что эти сделки мы набирали еще в прошлом году, шарты, вот, и ждем, когда инструмент сядет на зеркало. Два пути тоже. Если вам поднадоела эта сетка, вы можете ее сбросить в ноль, и рынок сейчас дает даже больше, потому что 50% находится здесь. Если вы набирали сетку равномерно, а вы, скорее всего, так не делали, то она уже должна быть в плюсе. Вот, поэтому, если страшно, скиньте в ноль. Если не страшно, ждите теста с профитом этого зеркала. Если страшно, но не очень, можете выйти на пробои минимума, вот, прошлого месяца и в этой зоне. В любом случае, вся сетка, ну, кроме там одной позиции, возможно, будет в плюсе, что немного порадует вас, как трейдерам. Так, новозеландец франк болтается в зоне, которая нам не особо интересна. Австралийц, новозеландец тоже, тоже пока не шевелится. И нефть. Нефть очень здорово отработала все, все уровни. Два из трех. То есть, я предполагал, что рынок может вырасти от этой зоны. Это 66, там, 90 примерно. Это был слом на четырехчасовом таймфрейме. Мы вышли из него, откатили тест и сразу же пошли наверх. Первый тейк профит на пробои вот этой волны А. И второй профит на тесте зоны сопротивления. Все, третий профит, если у вас остались позиции, должен быть за котировочкой в 82.65. И тут же, тут же стоит 261 фибра от этого импульса. Поэтому оставьте там третью часть позиции вот до этой зоны. И это будет довольно любопытный тренд для вас. Газик. Газик не радует. Никому не нужен. Болтается вообще по каким-то печальнейшим ценничкам. Я держу позиции эти небольшие. Вот надеюсь, что все-таки возврат будет. Но возврата пока нет. Биткоин. Биткоин. Я вчера цепанулся в биток. Вот. На пробой вот этой площадки. Очень долго ждали, очень долго ждали. Все вот эти сековские разборки. Бинансовские. Но, как обычно, на американской сессии, видно, вышли какие-то позитивные новости. Импульс, откат и трешка наверх идет. Ну, можно так начертить, можно так начертить. В любом случае, 61 фиба плюс-минус на хаях текущего года. Ну, вот. Поэтому не вижу проблем на битку переписать вот этот хай и, собственно, закрыть эту трешку. Не просто было. Я покупал в этой зоне. Здесь не стал брать. Вот. Все-таки дождался нормального выноса. Здесь была площадка. Мне писали про нее, ребята, в чате. Кстати, в чате классно на самом деле. То, что вы не профукали где-то. Там можно найти подсказочку. Пока, видите, не вынесли вот эту вот площадку и после этого такой рынок пошел. Ну, в любом случае, были подсказочки, что здесь двойная вершина, что здесь натяжка такая необъективная. Внизу уже стопов не было и, собственно, пошла трешка наверх. Напишите, кстати, кто биток зацепил. Ну, так, что еще у нас? Что еще? Доллар, рубль, нигде, никак. Американская фонда открывается в плюсике. В принципе, не падает, не падает. То есть, вроде шартовые свечи 2-3 дня и опять на хаях, на хаях. Сломов пока нет, именно шартовых. Все пока прет и прет. Даже Европа открывается выше всех трех дней сейчас и поджимает к хаям. Напоминаю, что стокс вообще торгуется на исторических хаях вблизи 21 года. И я не удивлюсь, если он перепишет хая. Ну, так вот, так вот бывает. Так, что у нас еще? Из страшных кроссов Еврокат, Еврофранк пока не дошли. Но Еврофранк может вот это зеркальце снять. Вот, и здесь можно подобрать шарты. Мы здесь его ждем. Просто переносим наши хотелочки с налево направо. Что еще? Что еще? Так, я серебро, да, но не смотрел. Давайте глянем. Где-то, где-то серебро. Блин, серебро не дает откатов. Был тест Приора. Те, кто купил, молодцы. Кто не купил, покуривает бамбук. Кстати, вот есть интересная тема на самом деле. Кто зацепился в золото. На самом деле золото может пойти гораздо дальше 2075 долларов за тройскую унцию. Вот, и когда серебро перепишет тридцаточку, золото вообще будет стоить, не знаю, тысячи три, наверное. Ну, если смотреть по соотношению. Да, сейчас оно стоит 23, а впереди там 33. Ну, это, блин, вообще 50% от его стоимости. То есть, если там золото сейчас стоит, ну, пусть, ну, там, две тысячи. Ну, вот 50% это три. Напишите, что вы думаете по этому поводу на самом деле. Так, что еще вам от меня надо? Ответы на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. 150 человек не хватает для того, чтобы не самоутвердиться в тысячу просмотров в день и считать себя слегка-слегка популярным аналитиком. Так, давайте посмотрим сначала новое. Ядов говорит, что нефть упорно не хочет корректироваться вниз. Странный вы человечек, господин Ядов. Зачем ему корректироваться, если все цели наверху, и мы по ним частично уже прошлись. Роман, здравствуйте. Возможно ли фунт, что фунт после обновления 24.50 рухнет вниз или также может еще идти дальше вверх? Конечно же, может идти. Есть старая добрая трейдерская пословица, которую, по-моему, родил еще Джесси Ливермор, который плохо кончил. Вероятность продолжения тренда всегда выше вероятности разворота. Особенно, если речь идет о каких-то вот таких недельных тенденциях. Фунт может месяцами, полугодиями и даже годами двигаться в одном направлении, и пофиг ему вообще на все. Поэтому, даже если он перепишет 24.500, не нужно резко переворачиваться. Для этого нет предпосылок. Посмотрите, как он начинал расти. Он не просто так начал расти, там ведь сколько там консолидаций, импульсов, разводок и так далее. Это не аукцион какой-то. У нас нет по фунту суперцелей, там даже по охоте за стопами. То есть, если... И у нас не переворотный принцип торговли. У нас закрытие села не означает, что мы должны покупать там, либо наоборот. Поэтому, если там будет тейк профит, просто заберете деньги и все. И не надо переворачиваться. Если вы так будете переворачиваться, это вы просто кормите внутреннего игромана, который как бы накачан вот этими микро страхами, когда вы сейчас смотрите, что... А вдруг сейчас разменется? А вдруг сейчас упадет? Сейчас упадет? Сейчас упадет? И вот эти вот сигналы сейчас упадет, они сохраняются в вашем потрепанном форексовом мозгу. Вот, и когда все-таки там пройдет кульминация роста, и все вот эти вот сигналы вспомнятся, и они начнут давить на вас. И это будет необъективное ваше поведение. Вот, об этом могут даже сказать люди в очереди, в пятерочке, где вы будете стоять за Ролтоном. Так, ядов, ядов. Много понаписал. Миллион долларов за биток через три месяца. Пять лет рос, немного, даже сто тысяч. Ну, что поделать? Так сказал Роберт Киосаки. Роберт Киосаки, оказывается, у нас супер и трейдер, и даже инвестор. Хотя, по-моему, даже писатель. Так, ядов очень хочет торговать нефть на снижение. Очень хочет. Мне кажется, кто-то из нас двоих стоит в шарты по нефти и вызывает духа, шартового духа нефти, чтобы он снизил котировки. Через пост он хочет падения нефти. Это значит, что он продал и сидит в минусе. К бабке не ходи. Так, Андрей Шукарев. Андрей, при этом эту пятницу закрываются сразу и недельные, и месячные свечи. И Андрей считает это важным событием. И считает, что конец недели может быть веселым. Конец недели, конечно же, друзья мои, будет очень веселым. Но не по причине закрытия недельных свечей. Так, эту пятницу, так, что у нас? Еврофранк, какие рекомендации, шутка зрения, с веточной торговли на текущий момент? Еврофранк. Марк, Марк спрашивает. О чем мы? Мы же что-то говорили, Еврофранк. Ну, нет рекомендации здесь. Нам нельзя говорить рекомендации. Нет у нас здесь идей. Идея только, если вот пробьет вот эту зону, вылетит отсюда на тысячу пунктов, тогда можно собрать сеточку шагом тысячу на возврат в это зеркало. Либо пробьет вот эти лоя, и здесь уже трепать его в ланге. Но пока он здесь болтается, не нужно его трогать. Ну, опять же, в рамках сеточного метода, то, что вы и спрашиваете. Можно рассмотреть фунт франк. Все, что касается фунта, с сетками лучше не играть. Потому что это все залетное. Сделайте обзор индекса доллара. Я не очень люблю индекс доллара. Но все, что идет с долларом, все падает. Понимаете? Но есть какие-то сопротивления визитом базовых валют, периодически. Но я не вижу причин обновить лоя. Хороший этот сигнал, спинбар это все началось. Мы падаем, падаем каждую неделю. Я жду под соточку. Каких-то разворотных конструкций я здесь не вижу. Здесь и внутренние бары были. И все. Вот эти хвосты от этого слома пытались удержаться. Все. Теперь только обновление лоев. Это значит слабость американского доллара. Поэтому я нечем здесь меня особо порадовать. Слом проходил в рамках. Тенденция сломалась здесь. Откат не очень техничный. Но плотность вот этого удержали. Все пошла трешка. Она прошла по всем инструментам. Здесь американский доллар. Че не возьмите на самом деле. Евро-доллар либо доллар-иена. Вот этот слом произошел везде одинаково. Поэтому на самом деле пофиг чего торговать. Выберите один инструмент с долларом и торгуйте его. И остальные все можете вообще поудалять. Как и половину таймфреймов, которые здесь не нужны. И это будет только в кассу в росту вашего депозита. Скипа. Андрей, добрый день. Скажите, а вы смотрите прогнозы других аналитиков Инстафорекс? Максимом, например, Магдалинина. Он торгует исключительно по уровням и ложным пробоям. Вы знаете, я знаю Максима лично. Мы на связи периодически с ним. И, кстати, на слете трейдеров в 2016 году я его там видел. Он был в роли аналитика. Я был в роли обычного тридунишки. Мы там с ним подзажигали. Пели песни под гитарой. Он классный парень, скажу вам. Почти не пьянеет. У него свой взгляд на рынок. И он не меняется на протяжении... Ну, как минимум с 2016 года я его знаю. Вот сколько там? Четыре, три, вот семь лет. Ну, я думаю, до этого он как минимум так же примерно торговал. Десять лет примерно. Он примерно одно и то же вещает. Ну, это достойно уважения. С одной стороны. С другой стороны у него... Он даже там разработал какой-то свой авторский индикатор. И гордится им, что это его. Ведь такого больше нигде нет. Ну, это здорово на самом деле. Мне нравится не то, что там работает стратегия, не работает. А вот мне нравится постоянство. Когда-то в плюс, когда-то в минус. Но всегда одно и то же идет, идет, идет. И ничего не меняется. Это постоянство, признак мастерства, я считаю. Так. Поэтому Максиму привет. Биткоин. Образовавшуюся поддержку 25.6. Хотелось бы купить. Ну, вот оттуда и пошло. В среду начнется волатильность публикации инфляции в стране кенгуру. Ну, а что нам инфляция кенгуру? Я думаю, кенгуру не расстроятся. Запасы нефти. Ну, у нас отработалось по нефти. Две трети позиций мы закрыли. Да, вчера пораньше у меня были дела. Сергей Маркевич. Андрей, скажите, каким способом вы купили нефть по 67? На сломе 4-х часового таймфрейма. Я об этом рассказывал каждый день на обзорах. Еще до того, как этот тест произошел. Давайте, давайте, сегодня подзатянем обзор. День нефти. С Эль, С Эль, С Эль. Вот он. Вот он, этот слом на А4. Вот он, этот слом. То есть, я на самом деле тоже торгую довольно архаичное. Вот мы падали, падали, падали на А4. Последний хай вот здесь. Я говорю, ребята, не покупайте, пока, пока это все не оттестится где-то сверху. Вот отсюда у вас будет ваше желанное ТВХ. Вот, вот и эта ситуация. Я торгую одно и то же, постоянно. Ничего нового не добавляю. Вот эту линию я начертил еще две недели назад. И от нее и купил, и дал сигнал. И не только здесь, и в чатах своих, особенно в, ну не во всех, а в закрытом. Так, золотишки, золотишки. Отличный обзор. Да, еще забыл сказать. Вчера вышел мой очередной мастер-класс. Немножко подзатянувшийся, но он все-таки вышел. И набирает просмотры. Он называется «Аналитики, фантазеры и предсказатели». Которым я слегка отношусь. Вот я, собственно, расчертил, как вижу эту систему. И не для того, чтобы кого-то там зацепить, обидеть и так далее. А для того, чтобы вы понимали, что рано либо поздно в вашу трейдерскую жизнь может попасть какой-то человек, который будет вызывать доверие к себе и будет вещать там по росту, либо по деньгам, каких-то инструментов. Вы рано либо поздно поверите в эти идеи, сами их примете. И что делать именно после этого, как технично отработать идею любого предсказателя, хорошего, либо плохого, либо даже если вы являетесь им самим, то в этом видео вы узнаете, собственно, алгоритм действий, как сделать это относительно безопасно и технично. Обязательно посмотрите мастер-класс и напишите свои комментарии. На этом у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока.